Здравствуйте, друзья! По ряду технических причин для меня этот сезон, гольф-сезон, начинается несколько позже. Мне необходимо было перебрать двигатель автомобиля, и поэтому это заняло достаточно продолжительное время. Но все это время я смог потратить на то, чтобы делать определенные исследования, имеющие отношение к гольфу. И в частности меня заинтересовал такой вопрос, как размер ошибки. Ошибки при выходе на грин, атаки грина регулярным ударом. И второй момент – это точность первого пота. На мой взгляд, это два показателя, которые наиболее существенно указывают нам на то, с каким счетом сыграет игрок, характеризует его игру как процесс. Они, может быть, не так сильно зависят от случайности, они в большей степени характеризуют его скиллсы, его качества такие игровые. И кроме того, конечно же, элемент случайности определяется тем, что в какой именно форме он находился в этот день. И как мы с вами дальше увидим, еще это и зависело от того, как он первую девятку проходил, как вторую девятку проходил. То есть там определенная мобильность, такая тоже присутствует. Итак, но к самой методике расчета мы вернемся чуть попозже. Сейчас хотел вам просто объяснить, каким образом и что я подсчитывал. На каждой лунке в качестве образца я взял Сэма Барнса, потому что самый актуальный победитель выиграл Чарльз Шваб вчера. И, соответственно, выиграл во многом благодаря очень хорошему районду в финальный день. То есть он его прошел со счетом минус 5, а общий счет у него за 4 дня был минус 9. Соответственно, вклад последнего дня был наиболее существенный, и мы можем определить этот день как самый успешный для него, и, соответственно, посмотреть характеристики именно этого дня. Значит, что нас интересовало в этом отношении? Значит, в первую очередь анализ и прочее. Как он считался? На лунках Пар-3 это, естественно, первый удар, выход с Ти. Независимо от того, закончился этот удар на Грине или нет, мы ориентируемся на точность этого удара. Значит, на лунках Пар-4 это второй удар, регулярный удар атаки Грина. А вот на лунках Пар-5 там может отличаться ситуация. Почему я сразу об этом заговорил? Потому что первая лунка, например, была лункой Пар-5. И после выхода СТи у Сэма оставалась дистанция 224 ярда до лунки. Он атаковал Грин, безусловно, с этой дистанции. И его точность после этого удара с 224 ярдов составляла 61 фут и 9 инчей. Мы переводим это тоже в ярды и, исходя из этого, определяем, вот первый показатель у нас будет, это дистанция, с которой осуществлялся выход на Грин. Второй, это будет точность удара при атаке Грина. Эту точность мы, помимо прочего, определяем еще впоследствии в процентах. И у нас получается тогда процентная ошибка. Она для нас достаточно важна. И такой показатель тоже будет. Именно ее мы будем анализировать, потому что понятно, что точность атаки зависит от дистанции. Чтобы вот точность атаки не сильно, ну, дистанция не сильно влияла, чтобы общую цифру нам выводить, нам необходимо тогда смотреть на процентном отношении, какова была эта точность атаки. И еще один показатель, который нас будет интересовать, это так называемый First Path Proximity. То есть точность первого пота. Исключительно важный показатель, как мы увидим с вами в дальнейшем, очень сильно влияет на игру. И вот здесь я бы всячески вам рекомендовал тренировать именно этот компонент. То есть какой бы дистанции вы ни играли, вас интересует средняя дистанция, на которой окажется мяч после первого пота. В данном случае речь идет о потах именно. Вот Сэм попал в лунку с первого пота. И, соответственно, мы здесь с вами пишем, что у него точность первого пота была 0 футов, но линчей. То есть нулевая. Если мяч оказался в лунке, то точность мы пишем как нулевую. И вот таким же образом мы просчитываем с вами все лунки, которые Сэм играл. И последствии, после всех 18 лунок расчетов, приходим к интегрированному показателю. Когда мы, во-первых, с вами считаем сначала общий результат, среднюю дистанцию, соответственно, атаки выхода на грин, 144. 44 у нас фута получается, ярно, извините, получается в среднем. Среднюю точность выхода на грин, 8,66 в процентах, это уже считается. И, соответственно, среднюю точность первого пота, 1,05 в этом случае. Дальше это все сведено в одну таблицу для удобства того, чтобы можно было смотреть эти показатели. И что у нас получается? Получается, что за все 18 лунок средняя дистанция атаки грина у него была 144. Средняя точность выхода на грин, 7,47 в процентах. Средняя точность первого пота, 0,63. И счет 65 получился. Но для нас достаточно показательно то, что у Сэма получились достаточно разные по своему качеству. Первая девятка и вторая девятка. И если мы сравним их между собой, то мы обнаружим, что на первой девятке дистанция выхода на грин была примерно одинаковая. Но на первой девятке он гораздо лучше выходил на грин с этой дистанции. У него средняя ошибка составляла 6,28%. А вот на второй девятке 8,66. То есть разница примерно в 30%. Но гораздо более существенная оказалась разница в точности первого пота. Потому что благодаря тому, что он сделал 5 бёдин на первой девятке. Или 6 даже. Сейчас посмотрим, чтобы не ошибиться. Так, 6 бёдин и один боги у него был. То есть даже не был боги-фри на первой девятке. Итак, благодаря этому 6 бёди, то есть это было 6 по одному поту. И, соответственно, только на трёх рунках ему понадобилось 2 пота. Поэтому его показатель был здесь очень-очень приличный. Я долгое время считаю эту цифру для разных игроков. Даже в лучшие раунды, когда они играли минус 8, то у них, как правило, вот этот показатель держится на уровне примерно 0,3. 0,3 ярда – это 30 сантиметров. То есть вот если вы будете играть со всех дистанций, первый пар делать, и после этого у вас в среднем мяч будет 0,3 сантиметра от лунки, то вы будете играть как Сэм Барнс в лучшие его дни. Когда он играл первую девятку со счётом минус 5. За 30 ударов пар там 35 был на данном поле. А вот второй девятке мы видим, что здесь средняя точность первого пота составила 1,05 ярда. То есть примерно 92-93 сантиметра. И это уже совсем другая история. Почему, на мой взгляд, этот показатель настолько важен? Потому что, во-первых, он указывает нам на функциональное состояние и невропсихологическое состояние игрока. То есть если у него тонкая моторика и анализаторы, проприорецепторы в очень хорошем состоянии в это время, да, и в этом месте, то он показывает очень классную эффективную игру. Но на второй девятке, судя по всему, началось некоторое давление у него уже психологическое такое. И его точность, либо четвёртый день, получается, последняя девятка, да, может быть, подустал тоже, но точность стала гораздо хуже. И вот если вы тренируете, независимо от того, игрок вы любитель, или вы юниор, который стремится стать профессионалом, в особенности во втором случае, если вы будете очень большое внимание уделять этому компоненту игры, то вы будете увеличивать вероятность того, что у вас будет не два пата на лунке, а один пат, и вы будете улучшать таким образом свой счёт. Потому что если мы посмотрим на игру, например, Колина Марикавы, который выступил далеко не блестяще, он там, по-моему, минус один сыграл, я следил некоторое время, но не до конца. Почему Колин Марикавы? Потому что он один из лучших вот в выходах на грин, и плюс два даже сыграл, да, на последних лунках подсыпался. То есть у него вот этот вот показатель и прочий, средняя точность выхода на грин, будет едва ли не лучше, чем у Сэма Барнса в среднем получился. Но вместе с тем, первый пат, точность первого пата, это его слабое звено. И вот такой великий игрок, который сейчас идёт на второй-третьей позиции в мире, да, лучший, выиграл пару мейджоров за прошлый только сезон. Ну, и только-только начал играть в мейджорах, и начал их выигрывать. И вместе с тем, у него вот паттинг и игра вокруг грина являются очень слабыми такими чертами. Почему для игроков-любителей крайне важен вот такой взгляд и такой подход? Дело в том, что обеспечить себе вот такую точность выхода на грин мы можем только в том случае, если у нас достаточно времени и возможности для того, чтобы построить так называемый лак-импакт. Это контакт с мячом, когда у нас, ну, самое простое объяснение, когда запястья несколько опережают положение головки клюшки. То есть запястье находится ближе к лунке, нежели чем головка клюшки. Иногда это называют делофтингом, но смысл этого состоит не в том, чтобы уменьшить угол и увеличить дистанцию. По факту исследования показывают, что дистанция увеличивается примерно на 6 ярдов для клюшки-семёрки. Это немного. Но вместе с тем, точность как раз увеличивается очень значительно. Потому что вот это боковое отклонение у игроков, играющих с лак-импактом, оно будет составлять порядка 12. Да, вот эти показатели. А боковое отклонение для игроков, которые играют с флип-импактом, обычный любительский импакт. 87% игроков-любителей играют с флип-импактом. Для них этот показатель будет едва ли не вдвое больше. Там порядка 40 ярдов. То есть получается у вас разброс. Это вот боковой диаметр получается. То есть влево-вправо 20 в среднем. А у игроков с лак-импактом это будет влево-вправо 11. Примерно 11. Естественно, и вперед-назад тоже ошибка будет у игроков с лак-импактом порядка 6. Ну, 12 радиус. У игроков с флип-импактом будет где-то 24. То есть огромная разница. И, соответственно, зона приземления для игроков с флип-импактом, с обычным любительским свингом, она будет раза в 3-4 больше, нежели чем у игроков с лак-импактом. А у самых лучших из игроков мы вот эту ошибку можем наблюдать. Ну, вот у Колина Моряка вы самые шикарные показатели в районе 5. Что это нам дает? Вот такой размер ошибки. Как его можно представить? В чем он выражается с точки зрения, вот когда мы с вами тренируемся в постановке задачи? Вот здесь есть смысл использовать угловую меру. То есть измерить эту ошибку не в дистанции и расстоянии, а в углах. И получается, что вот эти 6,3% ошибки, которые были свойственны для Сэма Барнса на первой девятке, в четвертый день игры, извините, составляют 3,6 градуса. Да, то есть если мы с вами вот можем оценить вылет, ну, угол отклонения от середины, то в среднем 3,6 градуса. И на мой взгляд, это исключительно важное такое понимание, потому что оно нам тогда подсказывает о том, что во время тренировки, даже на рейнже, мы можем ориентироваться. Некоторая, значительная часть ударов должна выполняться, когда мы ставим для себя такие воротики из тишек и стараемся попасть в ворота, которые будут, ну, максимум 10 градусов налево, 10 градусов направо. Если у нас в итоге будет ошибка не больше 10 градусов бокового отклонения, то это не даст нам феноменальных результатов. Но мы, по крайней мере, будем иметь среднее отклонение 17,6% лево-вправо. И даже это характерно, как мы с вами ранее говорили, больше для флип-импакта. А для того, чтобы у нас было, если мы построим себе лак-импакт, то наша ошибка где-то будет уменьшаться до 7 градусов, то есть будет 12 отклонений влево, 12 справа. И казалось бы, что это не такая существенная разница, но это колоссальная, на самом деле, разница, накопленный долгосрочный эффект от этого. Очень мощный. И он как раз и характеризует разницу между там каким-нибудь 36-м гандикапом, ну, пусть даже 24-м, да, и синглом. Извините, что в одном видео постарался много разной информации. Надо было, может быть, распределить это на серию видео. Но буду делать впоследствии и те, которые покороче, будут отдельно посвящены тематикам лак и флип-импакта. Спасибо огромное. Всем удачи. Хорошего дня. Хорошей игры. Счастливо. 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 Продолжение следует...